Серьезно? Как же люди любят рассуждать о равенстве? Однако будь все равны, на небесах существовали бы боги. Вокруг романа китайской писательницы Масян Тунсю, «Благословение небожителей», собрался огромный фандом. Фанатские сердца разбивались с выходом каждого нового тома, особенно четвертого, но они все равно ждали продолжения, а теперь смотрят снятые по роману Дунхуа, так называют китайскую анимацию. Чтобы любить небожижу, нужно привыкать жевать стекло. Для особо чувствительных фанаты даже пометили главы, для которых точно понадобятся бумажные платочки. Что же в личностях героев вызывает такие сильные эмоции? И какие у них психологические проблемы? Разберемся в этом ролике. Осторожно, в этом видео будут спойлеры. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы мы вознеслись и выпускали еще больше божественных роликов. «Святой, великое божество богатства, благослови меня на верный выигрыш во всем!» «Лунный старец, пошли мне, красавицу, жену!» «Святой, пошли, мои семьи, сыночка, до здоровенького!» «Господа Селяня, прошу не молить и здесь о богатстве. Не факт, что мольбы будут услышаны. И о браке тоже нет смысла молить. А уж тем более о рождении детей». Главный герой новеллы – Селянь, наследный принц государства Сян-ле. Он наделен невероятной красотой, потрясающей силой и умом. Он милосерден и добр, его обожают подданные и друзья. У него есть врожденный талант, но он также старательно учится и тренируется. Поэтому Селянь возносится на небеса и становится божеством уже в 17 лет. «Мои поздравления, Ваше Высочество. Едва успели вознестись, как тут же. Заняли первое место в списке главных кандидатов на изгнание с небес». В этом возрасте многие из нас все еще не знают, кем хотят стать, когда вырастут. А у принца сразу есть очень амбициозная цель. Такое случается и в реальной жизни. Например, в семьях с холодными родителями амбициозные цели – это классика. У ребенка формируется установка «меня любят лишь тогда, когда я лучший». Так ребенок начинает бесконечную погоню за идеалом. Отец Селяня холоден, как и положено правителю. Поэтому юный принц становится на путь самосовершенствования и невротического перфекционизма, который часто сопровождается тревогой. Селянь стал божеством, обладал невероятной силой, но на него все равно повлияли детские травмы. Даже Бог не смог их избежать. А если вы простой смертный, то у вас нет столетий, чтобы проработать эти травмы. Рабочие техники, которые помогут избавиться от созависимого поведения, чувства стыда и ответственности за все, есть в нашем самморе. Оно так и называется «Как проработать детские травмы». Ваша жизнь точно станет лучше, если вы перейдете по ссылке в описании и активируете промокод «Фрайди», который даст вам 30 дней бесплатного доступа. Если бы Селянь проработал свой перфекционизм, то ему бы не понадобилось еще два вознесения. Хотя Селянь – божество, в нем есть и земное. Он неуклюж в общении и совершенно не умеет готовить. И на роль Бога он на самом деле не очень подходит. Он не может быть бесстрастным, как подобает небожителю. Он хочет защитить всех людей и спасти свой народ. А какая разница, Бог войны или мусора? Равны все божества, равны все существа. Поэтому не слушает других богов и вмешивается в дела смертных. Его тревожности и перфекционизм тоже играют в этом свою роль. Часто бывает так, что перфекционизм распространяется не на все подряд, а направлен на что-то конкретное. В случае Селяня – это спасение людей. Альтруизм заставляет его действовать безрассудно. Однажды он спасает мальчика, который пытается себя убить и решается стать для него смыслом жизни. В последствии он понимает, что в тот момент повел себя эгоцентрично. Им двигало не только желание помочь, но и его перфекционизм. В психологии существует феномен векарной травмы. Так называют усталость от сострадания. Этому особенно подвержены специалисты помогающих профессии, социальные работники, врачи, сами психологи. Для коррекции существуют группы, направленные как раз на поддержку специалиста. Если человеку не помочь, то он выгорит, а сострадание закончится. Но человеческая теория не рассчитана на небожителей. Поэтому Селянь сохраняет свою доброту даже после того, как падает на землю, наблюдает за уничтожением собственного государства, теряет родителей. Отчаяние и голод толкают на воровство. Но и там принц только пугает путника и возвращается ни с чем. Он пытается доказать себе, что мир жесток. Однако перфекционизм и вера в людей не позволяют ему сделать это. У живых людей в переломные моменты может побеждать дихотомическое мышление. Тогда человек делит все на черное и белое, доброе и злое. Эта когнитивная ошибка временно защищает психику и самооценку. Но с Селяним этого не происходит. У него появляются только чувства вины. Вина и стыд – одни из самых разрушительных эмоций. Но их недостаточно, чтобы получить травму. Психологической травмой считаются ситуации, когда жизни и здоровью что-то угрожает. Такого в жизни принца более чем достаточно. А это плодородная почва для посттравматического стрессового расстройства. Но Селянь справляется. И тому есть три причины. Во-первых, принц может не иметь наследственной предрасположенности. Во-вторых, неукротимая доброта и оптимизм работают щитом от негатива. В-третьих, в юности принц много медитировал, тренировал внимание и осознанность. Поэтому он прошелся по краю безумия, но удержался. Я и подумать не мог, что ты мастер на все руки. Еще в детстве научился. Твои родные слишком строги к тебе. А это что? Наколол себя в детстве. Саньлан, ты восхитительно рисуешь. Кто-то из членов семьи научил тебя? Никто не учил. Я рисовал себе в удовольствие. Так как же тебе удалось так здорово изобразить наследного принца Сян-Ле? Разве я не мастер на все руки? Чему же ты удивляешься? Второй главный герой новеллы Хуа Чен. Князь демонов. Собиратель цветов под кровавым дождем. И тот самый мальчик, которого много лет назад спас Си Лянь. Это знакомство оказалось не только судьбоносным, но и по-новому раскрыло личность героев. Ты обращаешь несчастье в удачу, а беда становится тебе добрым знамением. Твое благополучие нескончаемо. Твое будущее выслано морем цветов и залито лучами солнца. В детстве Хуа Чену пришлось не сладко. Он родился с гетерохромией. Один его глаз был красным. Это считалось признаком проклятия и стало поводом для травли ребенка. У Хуа Чена не было друзей и любящей семьи. Из-за врожденной особенности его сторонились. Многие хотели бы знать, как Хуа Чен лишился правого глаза, надеясь выведать его уязвимое место. Вот только он сам себе его вырвал, когда впал в безумство. В реальном мире люди тоже склонны верить в предсказания и знаки. Это называется магическим мышлением. В области матки у вас шевеление. Чувствуете, голубушка, шевеление? Оно объясняется эволюцией. Когда-то у человека было совсем мало знаний о мире, и это было способом успокоить тревогу перед будущим. Нам всегда важно объяснять происходящее хоть как-нибудь, потому что это дает иллюзию контроля. Так происходит и в благословении небожителей. Окружение Хуа Чена уверено, что если не общаться с ним, то проклятие их не коснется. Маленький Хуа Чен устает от ненависти вокруг и решается прыгнуть со стены. Но наследный принц спасает его, помогает справиться с отчаянием и предлагает жить хотя бы ради него. Так у Хуа Чена рождается настоящая фиксация на спасителе. Он следует за принцем на войну, мстит за него и даже несколько раз умирает и воскресает ради него. На самом деле у Хуа Чена и принца много общего. Хуа Чену тоже недостаточно быть просто хорошим. Ему нужно быть лучшим. Но причина у него другая – гиперкомпенсация. В детстве Хуа Чен не получал любви, сколько бы ни старался. Поэтому он решает, что она ему не нужна. Ему достаточно принца. Он строит целый город демонов, за одну ночь сжигает все храмы 33 божеств и становится настоящим бедствием. В когнитивной психологии существует понятие глубинных убеждений. Эти убеждения появляются в раннем детстве и формируют всю нашу дальнейшую жизнь. Среди них есть убеждения в собственной никчемности, когда человек думает «я плох» и вообще не должен был рождаться. Так считает и Хуа Чен. Поэтому посвятить свою жизнь другому человеку – для него идеальное решение. Для Хуа Чена помощь Селяню – не просто выражение чувств. Это смысл жизни. Рядом с Селянем меняется даже его личность. Принц единственный, с кем он добр и ласков. У Хуа Чена однозначно добрые побуждения по отношению к принцу. Но механизмы фиксации и психической защиты работают у преданных последователей так же, как у опасных сталкеров. Один из таких механизмов – идеализация. Принц был первым в жизни Хуа Чена, кто посочувствовал ему и принял его таким, какой он есть. Он не осудил за цвет глаз, не обидел и не прогнал. И поэтому стал ассоциироваться с безопасностью и счастьем. Поэтому и возникла такая сильная фиксация. Наделять близких особой ценностью нормально. Но иногда это грозит обесцениванием всех остальных. Для Хуа Чена принц идеален во всем. Он готов помогать ему спасать людей или мстить им. Обычно мы способны критически оценивать даже самых близких людей. Все благодаря лобным долям мозга и их способности к рациональному мышлению. Поэтому мы замечаем недостатки наших близких, но принимаем решение все равно быть с ними. Ведь идеальных людей не существует. Но у Хуа Чена все иначе. У селяня действительно немного недостатков, но даже они проходят мимо Хуа Чена. Даже еда, приготовленная принцем, кажется ему вкусной, хотя всех вокруг приводит в ужас. Поэтому демон постоянно держит нереально высокую планку, чтобы соответствовать своему идеалу. Так он удерживает и собственную самооценку. А если идеалу что-то угрожает, Хуа Чен обесценивает и унижает других. Именно эта требовательность к самому себе изнашивает перфекционистов и становится причиной усталости и рисков депрессии. К счастью, у небожителей ситуация сложилась иначе. Хотя герои благословения небожителей необычные люди, нам понятно их чувство и стремление. Нас прочно держит у экрана контраст характера Хуа Чена, доброта и упрямство селяня. Им обоим хочется стать лучше, быть любимыми и признанными. А это вполне человеческие желания. Напоминаем, что селянь и Хуа Чен – прекрасные 2D-мужчины. В реальной жизни перфекционизм и идеализация близкого человека выглядят не так, как в благословении небожителей. Они скорее разрушают жизнь. Давайте оставим эти проблемы для книг и Дун Хуа. А в жизни, вместо этого, лучше слушать фоном наши саммари, как проработать детские травмы. Просто переходите по ссылке в описании, оформляйте годовую подписку за 166 рублей в месяц и получите шанс выиграть iPhone 14 Pro Max. Торопитесь, розыгрыш до конца ноября. Субтитры создавал DimaTorzok